Друзья, приветствую вас! Сегодня суббота, 22 июня 2024 года. Поздравляю вас с этим праздником жизни. Я нахожусь на том месте, где когда-то функционировал Утмановский маслозавод. Место было очень красивое у реки. Реку сейчас почти не видно, всё заросло кустами. Вот здесь когда-то тёк ключик, но я его сейчас найти не могла. Так вот, это здание маслозавода было построено в 1946 году. А до этого сепараторное отделение находилось на заводе Чебоевских в Черницыно. Сначала мастером 1946 года работал Шимаров Вениамин Сергеевич. Затем долгое время Белозёров Михаил Прокопьевич. Затем Курдёмова Любовь Егоровна. Ну а с 1983 год по 1991 возглавляла маслозавод Меншенина Тамара. И вот Тамара Александровна и рассказывала мне, сколько молока производили масло и так далее. Она говорит, что в то время, когда она работала, было 9 человек. Их работало 9 человек. Молока было очень много. В бездорожье даже привозили молоко из Яхринги и дорожайцы. Также от частников. От частников, она говорит, стояло по 10-12 бидончиков 10-литровых. Молоко, конечно, было разной жирности. До Тамары Александровны лаборанткой всегда работала Лагиновская Нина Семёновна. Мастер своего дела. Она выучилась на лаборантку в Вельске. И рассказывала мне, как проводила химический анализ жирности молока. Там необходимо было использовать серную кислоту. И поэтому от этой серной кислоты у неё потом заболели глаза. Что ещё сказать? Тамара Александровна говорит, что в день привозили им из разных деревень до 12 тонн молока. Три сбойки масла делали. 10-12 коробок до 500 килограммов масла. Вы представляете? 500 килограммов масла в день. Масло это находилось на леднике. Здесь помнят, наверное, у Тмановцы ледник. А три раза в неделю его увозили на Лузский хладокомбинат, а затем в город Киров. Вы представляете? Масло было очень высокого качества. И солёное, и не солёное. И его отправляли даже за границу и в воинские части. Вот, например, Шурик Акуловский, Александр Аркадьевич, который служил на подводной лодке в Мурманске, рассказывает, что однажды им поступило масло, и на коробках было написано «Утмановский маслозавод». Кроме масла, конечно же, продавали через магазин сливки, творог, молоко, обратно сели поросятам. Я ещё помню, что когда-то мы брали пахту. Пахта – это то, что остаётся от переработки сливок на масло. Вы представляете, это такая вкуснота, и там кусочки масла даже плавали. Зёрнышки такие масла. Очень вкусно. Творог как раз и готовили из этой пахты, Тамара Александровна говорит, и что он был очень вкусный. Я помню, что однажды при Белозёрове Михаила Прокопьевича изготовляли даже мороженое. Что ещё сказать? Я её спросила, а как же изготовляли казеин? Я помню, что женщины в ушатах носили на сушилку вот этот казеин. Она говорит, это творожистая масса, которая получается не из пахты, а из обрата. Значит, обрат в ваннах сквашивают по шлангу специальную закваску, она говорит, спускают. И после этого нагревают ванны. Нагревают, и получается творожная масса. Её затем прессуют, выжимают воду, несут на сушилку. И к утру эта творожная масса высыхает. Получается такой сухой творог. Они её приносят обратно на маслозавод, протирают на тёрке, фасуют в мешки и отправляют. Им говорили, что из казеина готовят какую-то пластмассу для космической промышленности. Я помню казейновый клей, который был очень хороший, натуральный. Вот такое. Так, что ещё она говорила? Что сначала молоко возили молоковозы люди, мужчины и женщины, из разных деревень на телегах, во флягах. Потом уже, когда она работала, стали возить на тракторах. А позднее два молоковоза появилось. Рыбин Анатолий, из Большероманова и Курдюмов Николай, из Хозятина. Вот они возили молоко. Закрылся маслозавод в 1991 году в связи с перестройкой. Производство заглохло. Видимо, никому не нужно было уже утмановское масло или по какой-то другой причине, когда всё рушилось, вы помните. И на этом жизнь нашего маслозавода закончилась. Сейчас это место разровняли. Ну и вот, что мы видим. Что мы видим. Раньше в районе было восемь маслозаводов. Сейчас, по-моему, нет ни одного. Только вот эта ферма Александра Кочкина по производству сыра. А ведь в Подосиновце тоже был маслозавод когда-то. Да, в Яхринге сепаратное отделение, в Лермонтове сепаратное отделение и так далее. Молока производится много сейчас у фермеров. Масла в магазине хватает. Так что от Утмановского маслозавода остались одни воспоминания. Большое спасибо Тамаре Александровне Меньшининой за рассказ о маслозаводе. Вот я ещё хочу немножко снять с этой точки. Повыше маслозавода. Здесь видно место, где он находился. И река. Река, видите, какая? Но она заросла кустами. Я ещё забыла сказать, что если кто помнит ключик, тут была волшебная, чудесная вода, которую люди носили домой пить. Я спросила Тамару Александровну, правда ли, что вкус, вот этот ореховый вкус масла зависел от качества воды? Потому что ею промывали масло. Она говорит, да, действительно, это был очень хороший родник и замечательная вода. Сюда, к этому месту, у маслозавода, причаливали раньше катера, лодки, пароходы приставали. Река была судоходной. А ещё мальчики очень любили ловить рыбу, пескарей под маслозаводом, потому что туда стекало немножко обратно. Вода была такая, ну, как бы молочная, и рыбы было очень много. Вот такое моё повествование и воспоминание о Утмановском маслозаводе. Продолжение следует...